Друзья, сегодня я хочу вам рассказать о том, как же улучшить вашу сотовую связь, если же, конечно, сам iPhone вам это позволяет. Давайте же разберемся, как это сделать. Досмотрите видео до конца, я уверен, вам будет полезно, и вы точно будете знать причину, почему именно у вас так это все происходит. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. А спонсор данного видеоролика Moneyback, сервис, который поможет вам вернуть деньги за донат в играх с Play Market App Store. Услуги Moneyback не требуют предоплат, они делают свою работу, возвращая деньги на ваш счет, а вы в качестве благодарности оплатите утвержденный процент от суммы возврата. Moneyback работает в рамках закона, пользуясь лазейками в договорах оферты. Вдруг вы в течение года надонатили в играх сотни долларов, тогда вам прямая дорога к менеджеру Moneyback по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Причина, что вам нужно знать, это могут ли проходить ремонтные работы в вашем городе, регионе, там населенном пункте, и если все-таки из-за этого причины, то причина явно не в телефоне. Как это узнать, вам нужно позвонить вашему сотовому оператору, и вы в принципе все можете узнать там. Все, дальше мы будем уже идти по пунктам, и я вам буду последовательно именно рассказывать пошагово, что нужно проверить, на что нужно обратить внимание. Я думаю, к девятому пункту, когда вы подойдете, вы все-таки будете явно знать, что у вас с данным телефоном. Прежде чем приступить ко всем пунктам, перечням настройки, первое, что хочу вам заметить, нужно перезапустить сеть, то есть авиарежим включить-выключить, перезагрузится наша сеть, и в принципе она должна работать. Если же нет, можно попробовать вытащить симку, обратно вставить, но также касается и третий пункт, то что нужно симку осмотреть. Если она как-то повреждена, есть царапины, могут быть причины как раз именно из-за этого. Дальше, нам нужно зайти в настройки, основные об этом устройстве, узнать ли прошивку модема у нас в порядке или нет. Вот если вы видите пункт прошивку модема, и здесь вот нет цифер, значит проблема в вашей материнской памяти и подлежит просто к замене. Вы уже ничего не перепрощуете, ничего с ним не сделаете, по сути, это уже брак. Следующее, это нужно посмотреть настройки сотовой сети. Переходить в настройку, сотовую связь, и вот здесь в обе сети вы выключаете с автоматического и выбираете именно конкретно свою сеть. Чтобы сеть намного лучше ловила, она подбирала какие-то подобные сети. У меня бывало так, что я выбирал именно свою сеть, Киевстар, и она намного лучше работала. То есть попробуйте сами, проэкспериментируйте, как у вас будет лучше, напишите в комментариях, мне будет очень интересно знать. Следующее, попробуйте сбросить настройки сети. Заходите опять же в настройки, опускаетесь вниз, перенос или сброс iPhone. Вот, выбираем, смотрите, стрельть контент или настройки, мы можем выбрать сброс. Выбираем сброс, нам нужно именно сброс настройки сети, то есть вот этот вот именно пункт. У вас может быть немножко иначе выглядеть, вы переходите вниз, у вас здесь, где у меня выключить, будет сброс. То есть все зависимость от S. На сути не меняют, сбрасываете настройки сети, перезагружается телефон, обратно заходите. То есть скинутся все пароли Wi-Fi, которые вы до этого вводили. Не переживайте, тут в принципе ничего страшного, такого нет. Если же это не помогло, попробуйте сделать жесткую перезагрузку вашего iPhone, так как перезагрузка ничего не поможет. Жесткую перезагрузку вы можете посмотреть по ссылке в описании, даже вот по подсказке, которую вы увидите справа вверху. Дальше, попробуйте обновить iOS по вашим обновлениям. Посмотрите, какая у вас версия iOS. То есть, если же в этом обновлении было исправление по ошибке сети, попробуйте. Либо же, в последний момент, это ваш телефон падал и отвалилась антенна. То есть шлейф, который отвечает за тут сотовую связь, он был просто как-то отсоединен. При необязательном падении вы, может, меняли батарейку или еще какие-то замены деталей. И это уже вот именно конкретно мастер не досмотрел, не доглядел, либо плохо прикрепил. И вот такая вот может быть история. Все, по сути, это все те причины, которые вам нужно было знать. Больше других нет. Вот и все, друзья. Я думаю, все должно быть понятно, ясно. Тут все доступно разъяснил. Других причин просто быть не может. Все те причины, которые я вам озвучил и продемонстрировал, что можно сделать, это все, в принципе. Других причин нет. Напишите в комментариях, может, вы знаете какие-то решения, причины. Но я максимум преподнес информации, то, что именно знаю я. Сталкивался со своим личным опытом, использовал телефоны разных видов. И, в принципе, этого достаточно для именно конкретно iPhone. Поэтому, если что-то непонятно, я всегда с вами 24 на 7, всегда вам отвечу в комментариях. Подпишитесь на мой Instagram, не забудьте. Ну и все, конечно же, полезные ссылки будут в описании под видео. Дальше больше. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok